здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале мы находимся в Вероне сегодня я покажу вам свою самую любимую церковь в Вероне хотя их очень много красивых но именно эта церковь в которую я захожу каждый раз когда бываю в Вероне это церковь Сан-Джованни-Инфоро которая была построена на улице которая вела непосредственно к форуму на латинском языке как раз таки это звучит как форум и первое упоминание о церкви восходит к 959 году хотя само здание которое мы видим сейчас это здание начала 12 века эта церковь расположена на двух из центральных улиц полных магазинов и скорее всего вы пройдете мимо этой церкви потому что вход в нее фронтальный и совсем незаметный но если вы захотите в ней побывать вы наверняка найдете эту церковь без труда потому что расположена на самом центре непосредственно в близости от площади травы площади специй пиаца де ля эрбе которую я часто показываю в том числе и в паду я рассказывала что площадь травы и площадь фруктов это традиционные площади городов венето и во многих городах есть подобные площади с одинаковым названием эта церковь как и многие части вероны пострадала во время пожара о чем свидетельствует запись на фасаде здания запись на латинском языке но переводится она примерно так в 1172 году верона горела и кажется что это был мощный масштабный пожар в котором очень сильно пострадала верона но на самом деле исторически подтверждено что это были провокации со стороны нескольких контракт которые между собой враждовали во время первой мировой войны в этой церкви как и во многих церквях и монастырях был устроен военный госпиталь здание церкви использовалось для лечения раненых и в церкви сохранился вертеп который сделали солдаты которые проходили лечение в этой церкви где был расположен госпиталь точнее в госпитале который был расположен в этой церкви как я уже сказала церковь расположена на очень оживленной улице вероны но внутри тихо и И вот вертеп, который был сделан для Рождества в 1917 году. Удивительным образом его смогли сохранить. Сейчас на него можно посмотреть. Церковь открыта к посещению, входной билет не требуется. Единственное, что церковь работает, как и все церкви в Италии, по расписанию. То есть она не открыта круглые сутки. Как и любая итальянская церковь, она открывается рано утром. Очень многие церкви в Италии закрываются на обеденный в перерыв и открываются потом в вечерние часы. Вы без труда сможете посетить эту церковь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok